Раз, 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 раз. Поставьте плюсики, как меня слышно. Даем обратную связь. Берем сразу темп быстрых действий, потому что сегодня уникальная тема для тех людей, которые хотят быстро стартануть в этом бизнесе. И с вами сегодня Лилия Донскова. Я нахожусь в звании старший директор. А вообще по жизни я и жена, и мама, и друг, и дочка, и тетя. А и интернет-предприниматель. По образованию я бухгалтер. Вы знаете, как ни странно, да, такая вообще небо и земля, две профессии. Это бухгалтер и менеджер, маркетолог, да, предприниматель, который ведет бизнес в интернете. Это настолько несоизмеримо. Если честно, если бы мне раньше сказали, что я буду заниматься этим делом, вообще работать в сетевом маркетинге, я бы, честно, слово покрутила просто людям у виска. То есть я всегда рассматривала это просто как хобби, как удобство покупки хорошей косметики, гарантия качества. Но я никогда раньше не видела в этом себя. До поры до времени. До поры до времени. Вы знаете, когда я поняла, что этим надо заниматься. Когда у меня появилась мечта. Ребята, вот если вы мечтаете, нормально тогда, глобально мечтаете. Не просто там белье красивое купить, ботинки, сапожки, а именно глобальные. То есть это серьезные покупки квартир, машин, путешествий по планете. Да, какие-то там грандиозные проекты помощи людям. То есть когда вы начинаете мечтать масштабно, то тут начинается внутри переворот. Потому что мозги понимают, что это круто бы жить в лучшей квартире, ездить на лучшей машине, помогать людям, не глядя на счет, не переживая, что тебе потом кушать не на что будет. А в голове начинает такое, вау, а как же это сделать? С моей зарплатой, с моим доходом, который есть сейчас? Ведь это же невозможно. И мозг начинает искать выход, варианты, а как, что нужно делать. И вот мечта меня привела в сетевой маркетинг. Я была в компании давно, вот реально, честно, я считаю, что это время было потеряно, но так случилось. Да, много лет я потеряла, не рассматривала это как возможность заработка. Но слава богу, появилась мечта, и я поняла, что все, чем я занималась до этого, никогда не позволит мне осуществить мою мечту. Вот кто в такой ситуации сейчас находится? То есть я набирала себе работы, подработки, одновременно совмещала три работы, представляете? То есть да, я хотела заработать все деньги, но я понимаю, что в сутках 24 часа. И даже если я возьму еще пятую, шестую, седьмую работу, то времени больше не станет, и это нереально просто. И вот именно эти мысли меня привели в сетевой маркетинг. Вот, это, конечно, очень круто, потому что я ни одной секунды сейчас не жалею, то, что я начала разбираться в этом бизнесе. Не было легко, сразу вам скажу, не было легко, были проблемы, было желание бросить, были слезы. Кто через это прошел уже? И проходит, может быть, сейчас бывают сомнения, одолевают, набрасываются, как волки серые в лесу. И у меня так же было. Вот, ребят, честное слово, было иногда, что думаю, блин, наверное, надо все бросить, это не мое, у меня не получится, я не такая, у меня нет харизмы, я не лидер, я не громкая, да, я спокойная, скромная, я очень стеснительная всегда была. То есть меня не слышно, не видно. И я всегда думала, нет, я не смогу, я не смогу выступать на публику, я боюсь, я стесняюсь. Ребята, вы знаете, недаром компанию Арифлейм называют кузницей по производству лидеров. Да, это может быть грубо звучит, но реально люди, начиная здесь работать, и ломая себя в какой-то момент, действительно ломая, то есть я себя просто заставляла, я говорила, иди и делай. Когда я провела первое выступление свое на аудиторию, меня слушали примерно человек 15, может быть, чуть больше, ну, в районе 20 человек, мое выступление длилось минут 7, я готовилась к нему, у меня был написан текст, я вам честно могу сказать, я его просто прочитала трясущимися руками, у меня бумажка эта тряслась так, что я не могла поймать буквы, я заикалась, я вся покраснела, и просто, когда я закончила, наконец-то дочитала до последней фразы, я просто вылетела из аудитории, да, это был не вебинар, это была живая встреча, и я просто задыхалась, я не могла собраться, у меня кружилась голова, я задыхалась, я думала, что я просто потеряю сознание. Вы можете себе это представить? Насколько это было ужасно страшно, но каждое следующее выступление проходило все интереснее, веселее и более как-то безопасно для моего здоровья. Прошу обратную связь, ребят, пишите, потому что очень круто, когда вебинар проходит не просто я говорю и говорю, а когда вы пишете какую-то обратную связь, это и вам будет интереснее, и мне, договорились? Так вот, мечты, мечта о квартире, мечта о квартире меня толкнула в лапы сетевого маркетинга, в объятия его. Честно, было очень стыдно предлагать людям этот бизнес, не было ни уверенности, не вообще, как сказать, я так боялась, что надо мной будут смеяться, что меня пошлют и будут думать обо мне плохо. Такие дури в голову лезли. Как-то на одном тренинге личностного роста тренер задал вопрос, ребят, что такое общественное мнение? Ну и все начали говорить там, что обо мне люди подумают, третитый, да, там всякие придумки. А тренер говорит, ребят, общественное мнение это то, что вы придумали, что о вас думают люди. И я такая, вау, думаю, вот это крутяк, ведь реально мне никто из них не сказал, что я занялась плохим делом, никто не крутил у виска, никто не ржал, да, надо мной, никто от меня не отвернулся. Вот, я сама себе придумывала всякие страсти, страсти-мордасти. И вот к чему это привело, да. Вот, ну на самом деле, как все начиналось? Да, самое главное, что вариантов развития на тот момент было не так много. То есть было два варианта, либо работать с теплым рынком, либо работать с холодным рынком. Да, это сейчас у нас появились варианты еще в интернете работать. То есть, немножечко слайд съехал. Тут вопрос, я его озвучу. Кто из вас мечтает, хочет стать директором компании Арифлейм и зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц? Кто мечтает? Поставьте плюсики. Для кого это неплохая стартовая площадка была бы? Нормально. Да, у многих людей зарплата меньше, чем зарплата директора. Так вот, смотрите, это только начало. Если вы посмотрите на карьерную лестницу, то вы увидите, что это самое начало. Вот этот доход директора, это вот тут где-то там, ну в каталог 25 месяцев, 25-30 до 40 тысяч у директора зарплата. То есть, это самое начало карьерной лестницы. Представляете? Мы только вернулись с мегаформа и на сцену вызывали людей, которые за год, ребят, за год, закрыли до пяти новых званий. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, они вышли вот на этот уровень бриллиантового директора всего в течение одного года. Да, есть люди, которые по два, по три, по четыре звания закрывали, но есть и такие, которые делают такие мега-квантовые скачки. И если это делают люди, обычные люди, как мы выяснили, что это обычные люди, медики, педагоги, продавцы квасом, слесари и так далее, если это делают они, люди-менеджеры из банка, из Газпрома, то значит, это может сделать любой человек. Кто со мной согласен, поставьте пятерочки. И если вы этого не сделали до сих пор, то это просто потому, что вы еще не делали достаточное количество действий. Вы недостаточно еще активны. Понимаете? То есть, как только вы переключите передачу, это как, знаете, в автомобиле. Вы пока сейчас едете на нейтралочке. На нейтралочке, да, или по тормозам иногда даже нажимаете. Как только вы начнете переключать передачу на первую скорость, на вторую, на третью, на четвертую, на пятую, да, когда вы пересядете с механики на автомат, да, то, ребят, конечно, все начнет меняться. И как доказывает практика, доказывает жизнь, доказывают люди, которые стоят на сцене, дело не в спонсоре. И если вы сидите и думаете, блин, у меня спонсор недостаточно хорош, он мне мало рекрутирует, или мой спонсор не такой активный, как вон Хафизовая, или, да, как эти вон, как Шамардановая, Кукушовая, ребят, то дело, в принципе, не в спонсорах. Мы разговаривали с Олей Кукушовой, я ее поздравляла с новым званием, она говорит, представляешь, мне что люди высказывают, не хотят со мной работать, хотят Хафизовым, я им не хороший спонсор, я говорю, Оль, ну это никогда на всех не угодишь, любой человек всегда будет искать любую отговорку, лишь бы не работать, понимаете? Да, дело-то не в спонсоре, у самой Кукушовой спонсора нет, ребят, нету спонсора, она не помогает, не вникает, не проводит для нее, для ее команды, семинары и так далее, дело не в спонсоре. Вчера ситуация такая была, в один из чатов вдруг вернулась девочка, сама вошла, я ей тут же написала, почему написала, когда она вышла из всех чатов, я ей пишу, что случилось, ты же хотела, как же твои мечты и цели, она мне пишет, все это херь собачья, я заманалась вкладывать, вбухивать бабки в этот Арифлейм, все, я ухожу, и не ждите меня, и вообще Ари Ведерчи, и у меня из друзей удалилась. Я такая думаю, офигеть, вообще просто, то есть, а у нас столько было задушевных разговоров, то есть, я ей там объясняла, вникала, отвечала на ее вопросы, то есть, была проведена хорошая, качественная работа. И тут вдруг проходит два месяца примерно, и она возвращается, я ей пишу, так, какого хрена, что тебе надо, друзья ко мне вернулась, в чаты, она, ой, Лиль, я пришла теперь по-серьезному работать, я прошла все фирмы, четыре компании, она прошла за это время, и я поняла, что Арифлейм лучше всех, наша команда классная, ты не обижайся, я понимаю, что я дура конченная, я вам даже могу, ребят, переписку нашу скинуть, чтобы вы увидели, да, я, знаете, у меня нет желания с этим человеком работать, ну, спонсоры, если хотят, работайте, конечно, да, вот всякое бывает, поэтому вы должны понимать, ребят, первое, дело не в спонсоре, дело только в вас, растете вы или не растете, потому что все зависит от вас самих, чем вы выше поднимаетесь по уровню развития своего личного, тем лучших, качественных людей вы будете притягивать, вот это первое, второе, как говорят, на бога надейся, сам не плашай, никогда не останавливайтесь, никогда не переключайтесь на нейтралку, не жмите по тормозам, даже если будут опускаться лапки, даже если будет хотеться все бросить и послать всех на небо за звездочкой, ребят, просто, как говорится, пробздитесь, там, да, продуйтесь, сходите в баньку, съездите, отдохните, сходите в лес, да, сделайте то, что вас успокаивает, расслабляет и наполняет энергией, то, что дает вам вот это состояние благодати, сделайте это, возьмите тайм-аут, передышку, но не жмите по тормозам, не надо выходить из чатов и писать какую-то херню спонсорам, просто продуйтесь, понятно, поставьте плюсики, кто понял, о чем я говорю, потому что, да, потом вы просто можете пожалеть о сделанном, лучше, да, лучше этого не делать, ребят, смотрите, мы начинаем с вами с простых вещей, и простые вещи, это самый, да, такой важный вопрос, понимание, что нужно делать, чтобы стать директором, то есть, вот она схемка, да, мы всегда говорим, вам нужно найти пять партнеров ключевых, и многие говорят, я, как бы, ну, там, не знаю, да, как их найти, как это там, толпа людей представляет, ребят, вот реально, иногда, чтобы найти одного ключевого, нужно будет перебрать толпу людей, то есть, вы не думайте, что нужно сделать всего пять приглашений, то есть, некоторые так искаженно воспринимают информацию, то есть, интерпретируют, как поняли, то есть, я так поняла, что мне нужно найти два человека, да, два, но не просто два зарегистрировать для галочки, а два, которые захотят, которым надо, которые ищут новые возможности, которые хотят перемены, понимают, что они сейчас не на своем месте, что они живут не в том городе, не в том доме, не в той квартире, да, это те люди, которые пойдут в этот бизнес и без вашего участия практически сделают результат, понимаете, то есть, вот мне понравилось, что и Мордановы на сцене, да, говорят, хвалились, что у них в команду пришли люди, которые за год стали бриллиантами, и они говорят, да, они пришли в нашу команду, потому что мы сами перли, и они реально без нас, они сами всё сделали, повезло, да, ребят, везёт тому, кто везёт, кто прёт, да, кто и чешет вперёд, не оглядываясь назад, не глядя на завистников, там разные пересуды, разговоры, на блокировки, на посылы в неизвестном направлении, ребят, кто прёт, к тому и притягиваются такие сильные люди, просто прите, не хватает мотивации, ездите на семинары, на мегафорумы, да, везде тусите, даже если это стоит денег, и что это нужно вкладывать, деньги в себя, в своё развитие, в свою мощь, которая будет у вас с каждым днём сильнее и сильнее, так вот, ключевой партнёр, это партнёр, который будет делать три вещи, как минимум, первое, это пользоваться продуктом и расширять, да, свою сферу влияния, то есть показывать людям, демонстрировать продукцию и создаст свою клиентскую базу примерно на 150 баллов, чтобы у него легко это получалось, второе, это человек, который постоянно учится, развивается, задаёт вопросы, активен в чатах, то есть, да, он проявляется, и сразу видно по людям, кто в теме, кто хочет движухи, а кто мямлик, да, мямлики всегда проигрывают, то есть, шустрики правят миром, то есть, шустрите, действуйте, и у вас будет хороший результат, третье, эти люди постоянно ищут повод пригласить кого-то в свою команду, то есть, они хватаются за каждого человека, который оказывается на расстоянии вытянутой руки, помню, одна парочка выступала на Менге, они говорят, ехали в такси какой-то, вообще, город приехали, взяли такси, а за рулём бритоголовый, вообще, чудовище сидит, мужичина такой страшный, там, накачанный, и жена говорит, я села сзади, муж впереди, я сижу и молюсь, только бы он не начал говорить о бизнесе, только бы он не начал говорить о бизнесе, ну, а мужу-то по барабану, человек оказался на расстоянии вытянутой руки, да, из машины не выпрыгнет, вот, и он ему начал чесать и прочесывать, и фотки показывает, и всё, да, тот едет, молчит, вцепился в баранку, а я, говорит, еду, молюсь, господи, только бы он нас не высадил, не убил, не пристрелил, заглушил мотор, разворачивается и говорит, ну, а теперь давай по делу, что делать надо, давай рассказывай, короче, вот такие бывают ситуации, это их, по-моему, в команде уже бриллиантовый директор, то есть, если вы возьмёте себе на вооружение такой принцип, говорить со всеми, как попугай, передавать эту информацию, доделать передачу регулярную, регулярную, каждый день, по нескольку раз, то, ребят, вы сделаете этот бизнес очень быстро, и люди будут повторять вас, то есть, вот такую команду вам нужно собрать, то есть, вы находите ключевых и учите их тоже делать вот эту, знаете, проработку, выборку своих ключевых, их люди будут делать выборку своих ключевых и создастся огромная, мощная, сильная команда ключевых партнёров. Частый вопрос, ну, а когда же я, наконец-то, начну зарабатывать? Иногда люди думают, что пока они директором не станут, они деньги не получат, кто так думает? Напишите в чате, или думали раньше. Многие пишут, ой, это так долго ждать зарплаты, а чего долго ждать-то? Ребят, смотрите, нам платят деньги за организованный товарооборот, правильно? Вот, чтобы стать директором, нужно организовать товарооборот 7500 баллов, в рублях, это примерно 200-250 тысяч, да, есть диапазон некий, потому что есть некие там баловые наценки, на аксессуары поменьше баллов даётся, там, на wellness побольше, то есть, да, примерный разбег такой, от 200 до 250, так организуйте такой товарооборот за неделю, и всё, и вы директор, открывайте ИП, снимайте деньги, ребят, зачем ждать годами? То есть, вы должны вот эту систему понимать, что прошлый каталог 1800, на процентах класс, а общая сумма сколько считала? То есть, люди не понимают, что вот если они, например, сделали 150 баллов, то им уже возвращается 200 рублей на счёт, сделали 450, один или с командой, уже возвращается примерно 600, это за три недели, сделали 3000 баллов с командой, это примерно 90 тысяч товарооборот, то уже 6-7 тысяч на счёт капы, вот примерно с этого уровня многие открывают ИП, кто-то не открывает, говорит, нафиг надо маленькие деньги, пусть копятся, то есть, ребят, деньги копятся на вашем номере, и вы их снимете сразу же, как только откроете ИП, отправите документы в компанию, открыть ИП примерно в течение недели, то есть, это всё делается через интернет, и одна встреча в налоговой, забрать бумажки, отправляете в компанию, заполняете договор, отправляете по почте, сразу же, как только получают письмо, вносят поправки, что вы ИП, и вам начисляют сразу же все деньги, у нас, когда Миша ИП открыл, он больше 100 тысяч, мы сразу перечислили, Анечка ИП открыла, тоже около 150, и сразу капнула, то есть, да, ребят, очень удобно, денежки накопились, вы открыли ИП, и сразу их получили, кругленькой суммой, и уже купили что-то там, да, серьёзненькое, да, сделали серьёзную покупочку, у меня, когда я ИП открыла, честно, сумму не помню, но я себе взяла квартиру в ипотеку, да, практически мне хватило на первоначальный взнос этих денег, там, чуть-чуть я там добавила, то есть, я сняла деньги, отдала их за первоначальный взнос в ипотеку, ребят, ну это круто, где бы я ещё так накопила, потому что всё время живём от зарплаты до зарплаты, откладывать никогда не получалось, получалось только в долг брать, да, что потом получаешь, опять отдаёшь долги, опять занимаешь, практически это полный пипец, так вот, примерно с этого уровня вы можете уже получать зарплату на карточку, круто? круто, конечно, дальше, самый главный вопрос, который пугает людей и останавливает, где я буду брать людей, где я возьму партнёров, откуда я буду приглашать, люди есть везде, ребят, вы можете размещать объявления в средствах массовой информации, любые объявления, в газетах, на сайтах, да, есть специальные группы, где вы можете вешать рекламу, вы можете брать рекомендации, вы можете, да, получать людей, просто брендируя себя, просто брендируя себя, продвигая себя, как бренд, делая это по правилам, вам будут приходить заявки, в соцсетях, ради бога, но мы сегодня будем говорить о моём любимом методе, это список знакомых, ребят, скажите честно в чате, кто хоть раз уже пригласил своего знакомого в команду, у кого было такое, что вы знакомому сделали предложение, а кто ни разу не приглашал, поставьте минусы, кто хоть раз пригласил хоть одного своего знакомого в команду, я думаю, каждый, да, это попробовал, вряд ли будет минус, потому что это очень удобное дело, но, ребят, не всё так просто, и пригласить знакомых нужно тоже умеючи, вы знаете, я всегда провожу параллель с днём рождения, или с каким-то мероприятием, которое вы организуете, там дома у себя или в кафе, хотите провести какой-то там юбилей свой, свадьбу, или днём рождения ребёнка, поздравляете, то есть, да, всегда стоит вопрос, с чего начать, с чего начать вопрос, самый важный, то есть, вот так же здесь нужно приглашать, так же, как если бы вы человека приглашали бы в ресторан к себе на день рождения, то есть, к этому надо подготовиться, да, чтобы не просто, там, приходи ко мне на день рождения, он такой, куда он, куда, куда, слушай, я ещё не решил, куда, я как решил, я тебе позвоню, то есть, да, вы же так не будете приглашать, то есть, вы сначала арендуете ресторан, сделаете там меню составите, время говорите, и потом уже будете приглашать, там, в такой-то ресторан, в таком-то адресу, да, спросите у человека, может, ему какое-то индивидуальное меню нужно, там, он вегетарианец, не ест ничего, и придёт, скажет, ой, дайте мне хоть салат и огурчик, а то я с голоду тут у вас умру, то есть, то же самое, здесь нужно сначала подготовиться, и мы сейчас с вами прям проведём от А до Я все этапы подготовки, хорошо? Давайте начнём. Первое, что возникает у новичка особенно, это ужас. Я буду приглашать знакомых? Не, никогда, да я стесняюсь, да я боюсь, да что они обо мне подумают, да они у меня в чёрный список, да, а все отвернутся. Не, 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 я сначала посмотрю, а потом буду звать знакомых. Кто такое пережил? Мне кажется, все. Редкий человек сразу говорит, я пойду на тёплый рынок. Вы знаете, что потом происходит? Что потом происходит? Вы начинаете там через полгода звать своих знакомых, а они вам говорят, ой, да я вчера зарегистрировалась, да я уже два месяца в компании, да я уже директор, ты чё, я пришла три каталога назад, я уже директор. Что с вами произойдёт? Вот это, да, вас ждёт вот это, вас ждёт вот это, участь, там локти кусать, волосы на себе рвать и так далее. А кто пригласил ваших знакомых, они будут счастливы, правильно? Они будут счастливы, да, потому что они молодцы. Так вот, смотрите, первый шаг, самый безопасный, скажите, это безопасно, просто сесть и написать полный список знакомых. Первое правило, никогда не решай за людей, ты не бог. Нам платят с вами, ребят, за информацию, за то, что мы рассказываем о возможностях и не решаем за людей. Знаете, есть такое выражение, я тебе сейчас всё расскажу, да, ты задаешь свои вопросы, а потом будешь думать, надо тебе это или нет, да, это тебя ни к чему не обязывает. Но я считаю своим долгом тебе всё рассказать, я никогда себе не прощу, если я тебе этого не расскажу. Потому что, ребят, есть такое выражение, пусть лучше наши знакомые скажут нам нет, чем кому-то да. Правильно? Ну-ка, давайте восклицательные знаки, кто въехал в эту тему. Вот представьте, ребят, что вы сейчас постеснялись, зашкерились куда-то там, зашорились, и не идёте к своим знакомым, а к ним идёт Оксана Григорьева, Оля Букаркина, Маша Склевенко, Валя Хохлова, да, они к ним идут, и потом вы же в нашей же команде увидите своих же знакомых. Вы себе этого простите? То есть вы подумали, что им это не нужно, они, наверное, не пойдут, они не захотят, им надо что-то другое. То есть вы себе напридумывали, но вы их потом увидите здесь, ребят, и будете очень сильно жалеть о том, что вы себя на уровень Бога поставили, и решали за людей. Наконец-то я это сделала! Я вам нашла тетрадочку, с которой я начинала. Ребят, смотрите, это мой первый рабочий инструмент. Если вы обратите внимание, это простая тетрадка в клеточку, 12 листочков. Она сейчас уже такая вся замызганная, я уже потом перешла на электронные носители, да, этих списков было много, но это первый мой список. И я его начала писать, если вы видите, с 5000 человек. Видите? 5000. Потом 4 999, 4 998, по убывающей. То есть, как говорят психологи, легче писать, как бы идти к одному. Как говорится, мы уже едем 3 часа, или, да нам осталось всего 3 часа ехать. О, мы едем всего 7 часов. Как мы ехали из Москвы в Саратов, дорога была очень длинная, и Миша нам все время говорил, девчонки, нам осталось всего 530 километров. И мы такие, ура! То есть, он не говорил, что мы проехали всего-то 400. Он говорит, нам осталось всего-то 530. И мы хоть и понимали, что это большая часть пути, но нам почему-то так радостно было. Осталось-то всего-то вон чего. Ребят, это мой первый инструмент. Вы знаете, вот тут вы можете увидеть интересную запись, да? Мы прорабатывали со спонсором. Мой спонсор Валентин Туровский, врач, да, очень мудрый человек. Я вот эту девушку писать не хотела. Почему? Потому что Наташка, у него богатый муж, они жили на Белоглинской, в центре города, в шикарном коттедже. А у него было два кольца с такими бриллиантами, что у нее руку, она поднять не могла, там настолько они огромные. Тогда у человека жизнь удалась, все нормально. И она прекрасно знала, что я в Reflame уже 100 лет, я была пользователем продукции. И вот вдруг я решила заняться. Да, и я ей говорю, она не пойдет, ей это нахрен не надо. А мне Валентин говорит, а куда она выгуливает свои бриллианты, свои шикарные туфли, наряды? Куда она в них ходит? Я говорю, да никуда, куда она пойдет-то в нашем засратове? Он говорит, вот именно, представь, как она будет, да, пахать по красной ковровой дорожке на банкете, ей будут рукоплескать 6 тысяч человек. Я такая, вау! Я говорю, а как ей сказать? Так и скажи, если она тебя спросит в лоб, а это что, Reflame? Скажи ей, да, это Reflame, я по-новому увидела этот бизнес, и я не прощу себя никогда, если я тебе этого не расскажу. Понимаете? То есть, ребят, каждому человеку будет, да, индивидуальный подход. То есть, вот моя тетрадочка. Многие люди зарегистрированы. Кто-то до сих пор со мной, да, вот, Лиля Абдулаева, Юлия Арапова, Наташа, она потребитель, Жанна Мастерова. Многих людей в этом списке. Миша Булавцев, вы видите, да? Вот. Многие это мои клиенты, партнеры, они у нас есть в команде и пользуются продукцией, да. Может быть, не все, конечно, стали строить бизнес. Понятно, что это не для всех. Но я вам показала наглядность, как это делать. Вы можете сделать это в табличке. Главное, ребят, написать фамилия, имя, откуда вы знаете человек, контакт. Если вы не знаете, как его найти, просто напишите, что пока не знаю, карандашиком там, ну, через кого вы можете найти человека. И результат, что получилось, да, что там, как пошло и так далее. То есть первый шаг, пока что вы только составляете список знакомых, полный, не решая за людей, по категориям удобно писать, там, родня, тун-тун-тун-тун-тун, всех переписали. Потом соседи, тун-тун-тун-тун-тун, всех переписали. Друзья, тра-та-та-та-та-ты. Потом одногоршечники, то есть это с кем в садике были. Да, можно отдельно мужчин, отдельно женщин. Там, и, короче, всех сотрудников, коллег, там, где вы бываете, со свадьбы людей переписать. То есть всех переписали. У вас получится примерно человек 300. Да, у взрослого человека старше 20, там, 25 лет. Список знакомых где-то 700 человек. Но, как правило, первые 300 легко пишутся. Потом вы будете добавлять, добавлять. Следующий шаг. Вы пишете список, его вы напишите не за один присест. Да, то есть волнами будете присаживаться, писать. Следующий шаг, нужно зарегистрироваться во всех соцсетях. Для чего, вы спросите. Ну, вот смотрите, вы, например, начнете искать своих знакомых, а вы зарегистрированы только ВКонтакте. Вы паралили с ВКонтакте? Не нашли. Ну, значит, нету, нету. А вы переходите в Одноклассники, там ищите, нету, Фейсбук, оп, нашли в Фейсбуке, так, отлично, пишется там, Маша Иванова у меня в Фейсбуке, там, Катя Федорова у меня в Одноклассниках. То есть вы к ним приписываете, где вы с ними можете переписываться. Кто-то в моем мире, кто-то в Твиттере, кто-то еще где-то, короче, везде, во всех, в Инстаграм, еще там, везде, везде, везде вы должны зарегистрироваться. Поставьте двоечку, что это понятно, для чего. А еще очень важный момент, бывает такое, что мы знакомимся с людьми в поезде, в очереди, в поликлинике, в парке или на детской площадке, и вы знакомитесь и такие, говорите, о, давайте общаться в соцсетях, где вы есть? Человек говорит, я есть в моем мире, вы такие, блин, а меня там нет, а что же делать? Ну ладно, пока, нет так нет. Нет, ребят, вы должны быть везде, и все странички ваши должны быть классные, классно оформлены, с фоточками, да, с интересными постами, но к этому мы сейчас придем, то есть, завели везде странички, Оля одна, молодец, меня слушает, устанавливайте на телефон все возможные программки, вайбер, ватсат, телеграм, инстаграм, скайп, скайп, если тянет, да, у меня скайп я не устанавливаю, неудобно мне, телефон, он подвисает, далее, оформление аккаунтов, и тут очень важно, вы должны выставить самые лучшие фотки, ваша страничка должна вызывать эмоции, ребята, поставьте цифру 4, что вы меня слушаете, эмоции, какие, если ваша страничка пестрит только бизнес постами, то никто никогда вас не будет, да, к вам идти, если вы пишете только о бизнесе, работа, успешные команды, все, ребят, считайте, что вы загубили дело на корню, это бред полный, никогда никому не интересно, всех задолбали эти бизнес цитаты и посты, людям нужны люди, люди хотят обнимашек, хотят теплоты, хотят увидеть, что вы живые, реальные, что у вас есть и сопли, и слезы, что у вас есть любовь, что у вас есть дети, есть проблемки какие-то, да, но вы их решаете, и в основном ваша страничка пестрит позитивом, да, движухой какой-то, и люди будут к вам проситься, что вы читаете, вы танцуете, рисуете, вяжете, шьете, да что угодно, клубник вы собираете, людям это нужно, почувствовать, что вы такие же, что вы такие же, и знать, что у них тоже получится, а периодически должен быть пост о бизнесе, ну, не часто, ребят, не часто, ну, конечно, после мероприятия, прет хочется, и про банкет написать, и про то, и про сё, но нужно всё чередовать, обязательно, то есть, вы должны вызвать эмоцию, что вы идёте к успеху, что вы развивающаяся личность, то, что вы можете привести, привести, что вы в команде, что команда успешна, вот это очень важно, запрет на темы, политика, религия, и нельзя хайить другие компании, то есть, это запрещено, ребят, будьте этичны, даже если вы терпеть не можете, там, Эвонов и Берлик, ребят, всё оставьте при себе, обсудите это со спонсором, но никогда, никогда не позволяйте себе припускать других, и думать, что вы за счёт этого станете лучше, это всё равно, что встать на кучу говна, да, вот по-простому вам скажу, вы всегда, я всегда говорю, Эвон это классная компания, но у нас другие возможности, я выбрала Арифлейм, не потому что Эвон хуже, Арифлейм лучше, просто мне больше импонирует видение компании, её менталитет, её мировоззрение, её принципы, по которым она ведёт бизнес, они мне ближе, Эвон не подходит, но это классная компания, понятно, как нужно говорить людям, ребят, все компании классные, в них работают сотни тысяч людей, и вы хотите им сказать, что вы вляпались? Ни в коем случае, никогда, покажите, чем мы лучше, и у вас классно, и у нас классно, но у нас вот есть чуть-чуть, да, получше условия, у нас вот это лучше, у нас вот это лучше, мне вот это больше нравится, но вы в классном месте, выбирайте сами, потом смотрите, следите всегда вот за этим, у вас должен стоять прикольный статус, привлекающийся смайликами, то есть на что люди смотрят, первое, аватарка, второе, статус, третье, это вот эти вот фотографии, то есть четыре фотки, вот тут вот, да, в верхней шапочке, вы их можете чистить, то есть когда вы наводите на фоточку, тут вот крестик будет стоять, вот тут вы можете удалять фотки, вот тут крестики стоят сверху, вот такой у меня крестик смешной получился, и вы чистите, оставляете те, которые самые эффектные, которые сразу цепляют, да, там звезды, там команда, тусовка какая-то, что-то какие-то башни, где-то они, да, что-то свеженькое, актуальное, интересное вас, вот тут вы всегда оставляете, потому что человека должно зацепить с первого взгляда вот эта верхушка, если он зашел к вам на страничку, ему не понравилось, фотка смазанная, какая-то темная, глаз не видно, он уйдет, он даже дальше смотреть не будет, да, хрень какая-то, а еще, если это аниме какое-нибудь стоит, то все, до свидания, дальше человек не пойдет, или котеночек, или цветочки, ребята, о чем вы, первую очередь, вы должны принять решение, я в бизнесе, я здесь пришел развиваться, или я упрусь, и буду, вот я поставил цветочек 100 лет назад, все меня по нему узнают, и пусть он стоит всю жизнь, тут надо обязательно принять решение, и слушать советы, рекомендации людей, у которых есть результат, тогда, да, у вас все будет получаться, здесь все понятно, поставьте плюсики, следующий шаг, следующий шаг, мы сразу разберем ошибки, что делают новички, они бегут к своим знакомым, и быстрее пытаются все сами рассказать, не приглашают на встречу к спонсору, или на презентацию, или не налаживают контакт, не уцепляются, а сразу пишут, идем ко мне в Кавари Флейм, давай, брось все, тут круто, сейчас мы разберем, как надо делать, как правильно, вот, найдите своих знакомых из списка в соцсетях, просто, ребят, простое действие, поставьте единичку, второе, полистайте их фотки, полайкайте, напишите комплиментики, ой, какое у тебя шикарное платье, как ты круто выглядишь, какой у тебя уже большой ребенок, ооо, как вы круто отдохнули, да, то есть вы смотрите фотки, и пишите в тему, дальше идете к ним в личку, и сетуете, там, Маш, привет, слушай, посмотрела твои фотки, поняла, что мы уже с тобой сто лет не общались, как ты круто выглядишь, какой у тебя большой малыш уже, то есть, да, вы завязываете разговоры, и сразу начинаете спрашивать, как у тебя жизнь, что там, где ты, что делаешь, как там у тебя дела, и так далее, то есть, да, ты начинаешь, как это говорится, тусить с человеком, вов занято, тренинг веду, то есть, вы и начинаете, не с работы, ребята, общаетесь, импровизируете, каждому индивидуальный подход, что сделают ваши друзья, ребят, как вы думаете, пойдут к вам, а ловерды, да, они будут листать ваши фотки, смотреть вашу ленту, да, то есть, они тоже обратят внимание, что у вас за движуха, тут все понятно, то есть, они либо сами спросят, о, слушай, а чем это ты занимаешься, и чуть не поняла, какие теплоходы, какие конференции, за границей, где ты трешь шкуру, что с тобой, да, то есть, естественное любопытство, природное, оно присуще всем людям, если же они не спрашивают вас, стесняются, то вы деликатненько сами перейдете на разговор о бизнесе, но не сразу, то есть, вы приглашаете по правилу на ноль информации, упаси вас, Господь начинает рассказывать переписки про дело, которым вы занимаетесь, или еще хуже сказать, что о, я в рефлее, все, ребят, у человека сработает стереотипчик его, записано в его карте мира, то есть, арифлейм это продажа, беготня с каталогами, да, мелочевка и так далее, то есть, у него не возникнет ассоциации с серьезностью, очень мало людей, очень мало людей знают, что сетевой маркетинг это круто, очень мало людей знают, что арифлейм это шведская международная компания, которая лидирует, да, на рынке прямых продаж, уже несколько лет мы занимаем номер один, лидеры прямых продаж в мире, кто об этом знает, кто знает, что арифлейм это самый серьезный налогоплательщик, кто знает, что арифлейм поддерживает королевская шведская семья, кто знает, что арифлейм 5 фабрик, и до 80% натуральные композиции используются, кто об этом знает, ребят, кто знает, что человек будет защищен от подделок, и имеет возможность получать, сотни тысяч ежемесячно, он шеймардановы похвастались, за год заработали 5 миллионов, 5 миллионов, ребят, посчитайте, сколько зарплаты в месяц, кто из ваших знакомых зарабатывает в год 5 миллионов, а я вот знакома лично с несколькими миллионерами, лично, ребят, это люди, которые на моих глазах, это не подделка, это не ряженые люди, они зарабатывают такие деньги, куча людей у тебя знакомых, ну, круто, да, часть из них арифлейм, но мало, провидер, провидер, то есть, да, ребят, таких людей немного, и чтобы встать на какую-то должность, это надо иметь, да, определенные связи, опыт, образование, то есть, очень мало людей зарабатывают в год 5 миллионов, да, это серьезные деньги, поэтому делайте все правильно, и вы будете такими же успешными, как мы приглашаем, если мы звоним или пишем, да, мы говорим, привет, слушай, а теперь я по делу, на минутку, можешь говорить, да, отлично, скажи, тебе интересен дополнительный доход, или скажи, ты рассматриваешь деловые предложения, или, да, если вы видите, что человек там в тренде, в бренде, он тоже такой движет, слушай, я смотрю, ты такая личность стала, ты так раскрутилась, я чувствую, да, я вижу такие качества в тебе, но ты рассматриваешь деловые предложения, я чувствую, да, я прямо, я чувствую, что твои качества очень круто можно применить, и гораздо дороже продать, ты рассматриваешь, если человек вам говорит нет, то вы говорите, все, окей, ничего такого, ты знаешь, я сейчас ищу партнеров в дело, я знаю, у тебя куча знакомых, ты можешь мне порекомендовать кого-то из своих ребят, записывайте все, я, конечно, я запись включила, но вдруг не получится, каждое слово ловите, потому что вот эти фразы, они работают, вы должны сделать человеку комплимент, да, я увидела в тебе, как ты раскрутилась, развелась, твои знания, твой опыт, твою вообще харизму можно продавать не за 30 тысяч, за 500, и у меня есть такое предложение для тебя, я знаю человека, который тебе может объяснить идею эту, рассказать, это моя хорошая знакомая, да, это не с улицы человек, это предприниматель, у неё очень крутое дело, и я уверена, что ты себя можешь там проявить, и это будет очень круто, если человек говорит, да, мне интересно, ребят, следующий шаг, вы должны соединить своего знакомого со спонсором, это очень важно, даже если вы уже прочитали все 300 миллионов книг по сетевому маркетингу, посмотрели все вебинары, и всё знаете, как вам кажется, то всё равно стоит запрет, это принцип построения команды, то есть вашим знакомым о бизнесе, о деле должен рассказать ваш спонсор, это просто потому что, потому что это так, просто слушайте и делайте, как вам говорят, потому что ваши знакомые вас не воспринимают, они вас помнят, как вы вместе сидели за школьной скамьёй, и вы получили тройку по физике, да, они помнят, как вы порвали колготки и плакали, но они не могут вас представить серьезным бизнес-человеком, бизнес-леди или бизнесменом, но когда вы соединитесь с своим знакомым, предпринимателем, да, своим лидером, директором, менеджером, которые расскажут презентацию, это будет совершенно другое восприятие информации, даже если вы круче можете рассказать, как вам кажется, вот честно вам могу сказать, ребят, по своему опыту, если бы я сама начала обзванивать, да, и рассказывать своему списку знакомых, у меня бы не получился такой результат, три месяца, и я открыла квалификацию директора, ребят, всего три месяца вас отделяют от успеха, а может быть два, у меня было очень мало времени на работу, а может быть вы за один каталог это сделаете, но если будете делать, далее спонсор все делает сам, то есть вы только их соединяете, что важно, ребят, главное быть позитивным, независимо от того, что вам ответит знакомый, какая разница, если вы понимаете, что из 100 человек, всего 3 человека обладают лидерскими качествами, значит вам, чтобы найти этих троих, нужно перебрать 97 человек от сеть, правильно, кто меня понимает, поставьте плюсики, просто вы должны поблагодарить своего знакомого за возможность познакомить его с новыми направлениями в бизнесе, и попросить рекомендации, все, ребят, вот это вам нужно делать по системе каждый день, сколько делать, это уже другой вопрос, вот смотрите, есть статистика, 10 человек, которым вы напишите или позвоните, из них 4-5 скажут, ну окей, пусть твоя знакомая мне позвонит, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, опять же, зависит от уровня вашего окружения, то есть, если это люди продвинутые, которые там движутся вперед, ищут что-то, то выхлопают больше, если это мямлики, там, которые всю жизнь сидят на одном месте и ноют, что, ой, как все хреново, начальник плохой, зарплата маленькая, работа далеко, но ничего не меняют, то, ребят, ну это тухляк, с ними бестолку, да, работать, ну попробовать стоит, то есть, да, хотя бы проработать статистику, смотрите, 4-5, им позвонит ваш спонсор, из них зарегистрируется, ну, примерно половина, может чуть меньше, или чуть больше, 1-2-3 человека, бывает стопроцентная регистрация, да, попались такие люди, а потом следующие 4-5 вообще не регистрируются, ну, примерно статистика такая, то есть, из 10, которые зарегистрируются, один человек станет ключевым партнером, остальные что будут делать? 2-3, ничего не будут делать, они зарегистрируются, как бы, у них отсутствует культура отказа, они не могут отказать, они для галочки запишутся, чтобы вы только от них отстали, 2-3 станут потребителями, 2-3 станут продавцами активными, и 1 будет ключевым, как вам такая статистика, нормально? То есть, не ждите, что вы, да, быстро найдете ключевых, может быть, из первой десятки даже их не будет, но во второй как раз будут 2 сразу, то есть, это та работа, да, из 10 зарегистрированных, с которыми поговорит спонсор, проведет презентацию, они зарегистрируются, 1-2 будут потребителями, 1-2-3, 1-2 ничего не будут делать, 1-2 будут продавцами, и 1-2 будут ключевыми, примерно, бывает такое, что там четверо уйдут в молчание, да, в литургический сон впадут, а четверо станут бомбить, да, вообще, то есть, да, ну, примерно, статистика вот такая, как бы это из практики, поэтому считайте, вот у вас сутки, да, есть сутки, 8 часов на сон, 2 часа на еду, там, еще на прогулки, на спорт, на общение с ребенком, сколько времени вы выделяете на работу? 4 часа, 5, если вы серьезно хотите работать, то больше выделяйте времени, уберите из своей жизни телек, сплетни, болтовню пустую, то есть, посмотрите, где вы можете почистить себе, да, выскребать время, минутки драгоценные, в туалете можно работать, ребята, я сейчас утром, да, пошла на церемонию, прощание с переваренной пищей, и сижу, делаю пост, Миша кричит, а ты можешь не задерживаться? Я говорю, Миша, я пост делаю, он говорит, не стоит это постить, то есть, да, мы все с юмором, конечно же, я ловлю каждую минутку, где можно, чтобы поработать, подумать, поделать действия, их можно делать везде, где ловит интернет, понятно? Да, ну, как говорится, хочешь жить, умей вертеться, вышкребайте себе время, и делайте, и делайте все быстро, не надо переписываться целыми сутками своим знакомым о том, какие какашки у его ребенка, где он покупает памперсы дешевле или дороже, ребят, быстро, четко, пару комплиментов, как жизнь, как дела, и переходите к делу, кстати, ты рассматриваешь деловые предложения, ты же сидишь дома с ребенком, тебе, наверное, деньги нужны, ты думала об этом? Вау, слушай, как раз у меня есть, что тебе предложить, как здорово, что я тебя, вот мы с тобой начали переписываться, как здорово, что ты мне написала, ребят, понятно, что нужно делать? Надо выстроить свою стратегию, динамику, и может быть, у вас будет в день не 10 переписок, а 100 переписок, не 10 звонков, а 25 звонков, это ваш темп, вы сами себе регулируете на груз, ну, и учитывайте, если вы один день делаете, а потом 3 дня себе отдых берете, то это получается такая мощная амплитуда, когда вас швыряет из активности в пассивность, что надо выравнивать, пусть лучше вы будете делать стабильно, да, по чуть-чуть, чем наскоками, потому что, да, вот это вот непостоянство, оно сказывается очень сильно на деле, на откликах, да, поток, надо создать поток, почитайте очень крутая книжечка, есть такая трансерфинг реальности Зеланда, Вадим Зеланд написал, очень крутая книжечка, многие вещи, начинаешь понимать, куда тебя, кто уводит, какие маятники, там всякая хрень происходит в жизни, ребят, нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно, вы же не будете выжимать лимон, чтобы получить томатный сок, правильно? поэтому, поэтому вот смотрите, не тратьте время на пустышек, если вы хотите найти лидеров, то ищите их, ищите, выращивайте, цепляйтесь, если человек проявляет лидерские качества, то больше ему времени, больше ему времени, по-моему, у меня все, да, это уже, как бы, слайды, которые я не планировала показывать, да, как не делаем, так как нельзя оформлять страничку, ну, вот на этом мы и закончим с вами, давайте подведем итог, давайте подведем итог, прошу дать обратную связь, что вы услышали для себя, что ёкнуло, щелкнуло, там, взорвалось в голове, или ничего, да, просто спасибо напишите тогда, если спасибо пишите, значит, вебинар для вас прошел, как утка над Парижем, да, пролетело и все, или обратную связь, какие осознания, достучалось ли я до вас, что с теплым рынком работать комфортно, круто и эффективно, потому что только теплый рынок дает очень быстрый, стабильный рост, с холодного рынка очень, знаете, как вяленько все идет, во-первых, нужно делать очень много действий, очень много пустых действий, которые, да, вы ищите людей, идут регистрации, из 10 людей с холодного рынка, один только включается, один-два, вообще может заказы разместят, чтобы найти, 100 человек надо зарегистрировать с холодного, чтобы найти ключевого, ребята, один-два из сотни, а с теплого из сотни, у вас будет 10 ключевых, и куча там продавцов и потребителей, представляете, какая статистика, куда нужно силы направить, куда, решайте сами, если вы не хотите на теплый, ничего страшного, совершенно ничего страшного, идите на холодный, да, пошите, копайте, гребите там копытом, рогами, ушами, чем хотите, да, просто знайте, что пахота предстоит много на холодном рынке, с теплым, быстрые, мощные результаты, жду обратную связь, только Валя, про регулярность, Валя, это самое главное, постоянно, как говорится, лидер должен быть постоянным, постоянно, постоянно, простые регулярные действия приведут вас к крутому результату, конечно же, вы сами себя нагружаете, вы предприниматель, вы, вы должны, да, понимать, что не я ваш начальник, не Миша, не Оля, не Валя, вы, вы сами себе, вы предприниматели, вот и думайте, как расшевелить свой бизнес, как в него влить классных людей, как создать команду, которая будет тусить так, что у всех будут блины скрызглаз, понимаете, чтобы фейерверки зажигались при входе, вашем выходе на сцену, круто, спасибо всем за обратную связь, я вам желаю мега продуктивных дней, каждый день, чтобы был самый лучший в вашей жизни, чтобы каждый день вы говорили себе, вау, этот день еще лучше, чтобы вы круто, круто развивались, читайте книги, смотрите успешных лидеров, смотрите новинки, и делайте, делайте, да, показывайте видение, показывайте цифры, как быстро делать результат, а, кстати, у нас в обучении есть крутой ролик, как за неделю стать директором, и это правда, ребята, у нас есть люди, которые за неделю открывают квалификацию директора, в нашей команде пока нет, в нашей команде самый быстрый результат, это я сама показала, три месяца открыла звание директор, сделайте результаты, классные, точка отсчета начинается с момента принятия решения, то есть если вы были зарегистрированы до этого два года, но пока еще не приняли решение, не сделали выбор, это не считается, если вы чуть-чуть делали, потом много не делали, это не считается, а вот когда вы четко поймете все, вот оно, пришло, видение, понимание, осознанность, и готовность, и тогда вы можете начинать отсчет, только с этого момента, всех люблю, обнимаю, ребята, вы самые лучшие, самые крутышки вообще, просто действуйте, действуйте каждый день, у вас будут мега крутые результаты, все, всем до связи, пока-пока, и пока-пока,